При общении с архивом ЗАГС и другими ведомственными архивами вам придется часто слышать о доказательстве родства. Это такой пакет документов, который по закону вы должны предоставить в ряде случаев при получении информации из этих архивов. Ваш паспорт и свидетельство о рождении, в случае если родитель, по линии которого ведется поиск, уже умер, это первое, что понадобится. Дальше свидетельство о смерти и рождении на столько поколений, насколько нужно. Для женской линии нужны будут еще справки о смене фамилии или свидетельство о браке. Вот такая цепочка получается. Стоит ли заморачиваться подобным подбором документов? Ну, я считаю, что определенно стоит. В 20 веке архивы ЗАГС и ФСБ МВД это часто единственный способ узнать больше о прошлом семье. Одновременно эти документы могут быть полезны в бытовых ситуациях, если, скажем, вы захотите получить право на могилу прадедушки, чтобы привести ее в порядок. Получаются эти документы по одному запросу по почте, обычной почте в нужный ЗАГС. Нужно узнать примерно место и год события. Лучше точное место и примерно год события можно знать. А получить ответ, как правило, занимает 30 дней. И за готовым документом надо идти уже лично в ЗАГС. Кстати, секрет. В записи о рождении или вообще, в принципе, в любой актовой записи информации больше, чем в свидетельстве. И вы тоже вправе ее получить таким же способом у работников ЗАГС. За вас все эти действия может сделать третье лицо по нотариальной доверенности. Или, например, если вы не хотите просить бабушку идти в ЗАГС, а именно она ближайший живой родственник в вашем поиске по этой цепочке, то можно просто оформить доверенность даже на дому. Не бойтесь этой темы в обсуждении с родными. Документы эти, безусловно, важны, но у нас скоро в электронном виде будут оформляться сделки на квартиры. Так что есть вещи страшнее, чем дать внуку, сыну, дочке или даже третьему лицу получить документ о рождении за себя. Удачи в поисках!